На еженедельном оперативном совещании глава района подвел итоги единого дня голосования. Алексей Валов отметил, что выборы губернатора Московской области прошли спокойно, без внештатных ситуаций на избирательных участках. Поблагодарил тех, кто пришел отдать свой голос и тех, кто участвовал в подготовке к выборам. Приходят самые пассионарные, самые активные, самые неравнодушные, а остальные пускай на них равняются, я думаю, и со временем возьмут пример. Я благодарю всех, кто участвовал в организации проведения выборов, а также в обеспечении безопасности населения 9 октября. Благодарю каждого, кто лично участвовал в формировании будущего Подмосковья, отдал свой голос за наиболее достойного кандидата. Отопительный сезон совсем близко и подготовка к нему практически завершена. Порядка 1250 домов жил фонда Щелковского района, готовы к пуску тепла. Работы не были проведены только в нескольких зданиях, которые вошли в программу расселения и в скором времени будут снесены. Из 59 котельных только одна пока не прошла пусконаладку, но работы будут проведены в ближайшее время. Глава района также подчеркнул, что большой объем ремонта затронул в этом году тепловые коммуникации. Они должны помочь нам в понимании того, что отопительный период мы должны проводить без аварии. Технологические сбои всегда бывают во время отопительного сезона, но аварий быть не должно. Тем не менее, к технологическим сбоям нужно быть полностью готовыми. Так, в ближайшее время будет проведен смотр управляющих компаний, кадров и техники. Обсудили на совещании строительство моста через Клязьму. Сейчас на площадке работает порядка 10 единиц спецтехники, осуществляя установку свай и вынос коммуникаций. По тепловым сетям из четырех тепловых кабелей с камерами запетонированы две штуки. Выполнены проходы лотков между тепловой камерой, второй и третий. По капелям энергоснабжения подготовлены трошей по перекладку. И, в принципе, уже все готово для осуществления работ, для укладки капель и проходами под железной дорогой. Подвели итоги расселения ветхого жилья. Семь школ планируют построить в Щелковском районе по региональной программе образования. Полным ходом идут работы в Медвежьих озерах и микрорайоне Солнечный. Однако также продвигается проектирование других объектов. Общая образовательная школа на 825 мест Потапова, Трия, Украин, Финский. Разыгран аукцион на проектирование. На данный момент вчера был главчатур Московской области. Согласовали эту школу по размещению. Рассказал глава района и о ходе программы «Светлый город». До конца года заменят свыше 750 светильников, установят 717 осветительных опор. Благодаря программе в муниципалитете появится 26 километров сетей освещения.